МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тайны холодного фьорда. Часть первая. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эта история начинается здесь, в туманных болотах северного Казмодана. Эти места знакомы всем и каждому. Океану под ножьи гор, белокаменные крепости, ночные концерты лягушек. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Из гавани Менетил суда уходят в плавание к далеким берегам. Этот парусник идет в Терамор, к другому острову, близ окраины пыльных саван. А пароход Северное Копье плывет туда, куда уже давно никто не отваживался плавать. На север, в Нордскол. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Корабль удачно обходит засиженные пингвинами айсберги и оказывается между обрывистыми склонами узкого фьорда. В скалах завывает ветер. Его несмолкаемый рев дал название восточному мысу Нордскола. Ревущий фьорд. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нам тут не рады. Об этом красноречиво свидетельствует обгоревший остров парусника, подвешенного на цепях под мостом. Какой же огромной силой обладают те, кто соорудил этот импровизированный маяк? Кто они? Это мы скоро узнаем. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Фьорд заканчивается сравнительно широкой бухтой кинжалов. Но даже здесь огромному пароходу нет места для разворота. Приходится делать крюк через широкий грот. Волгард. Это поселение несколько лет назад было основано бойцами Альянса, брошенными и покинутыми, лишившихся кораблей и надежд на возвращение. Экспедиция отважных не сумела восстановить сожженный флот, но отстроила несколько зданий и начала возводить каменные стены. Но закончить работу не удалось. На Волгард напали в Райкулов. Полугиганты, жестокие и коварные, они жили здесь с незапамятных времен, но потом таинственным образом исчезли, оставив после себя опустевшие города и крепости. Неожиданное возвращение в Райкулов стало неприятным сюрпризом для экспедиции отважных, ведь Волгард был построен буквально у подножия Исполинской крепости, где нынче обосновался король в Райкулов и Мирон. Вспыхнула изнурительная война. Из селения Нифлвар гиганты обстреливают корабли Альянса горящими гарпуна. Наездники красных протодраконов устраивают налеты на Волгард, стараясь поджечь его. И не без успеха. Но помощь с Большой Земли пришла вовремя. Альянс наладил регулярное снабжение Волгарда. Герои всех мастей отправляются в деревню Драконьего Черепа, чтобы отбросить наседающих в Райкулов и попытаться разгадать их тайну. Где были гиганты? Почему они вернулись? И не служат ли они зловещим планом короля Ильича? Самые отважные герои проникают даже в крепость Утгард, главный оплот в Райкулов на этом континенте. Посмотрите, какое огромное сооружение! Утгард возвышается на две сотни метров, и с его вершины виден весь ревущий фьорд – от южных айсбергов до горных ледников. Северные ледники питают реки, которые обрушиваются водопадами в бухту Кинжалов. По узкой тропке и хлипким каменным мостам путешественники поднимаются на равнины ревущего фьорда. Здесь, под бледным мерцанием северного сияния, растут еловые леса. По утрам с гор спускаются туманы, повисающие между деревьев белой вуалью. У подножья елей могучие черепороги устраивают свои турниры. Ястребы парят в небе над лесом. Над пропастью в траве бегают одичавшие индейки, и северные волки простужно лают, кидаясь в погоню за случайными путниками. Неспешно и задумчиво бредет по лесу штормовой великан, один из последних представителей своей расы. Его макушка достигает до вершин сосен, но бояться его не надо. Великан флегматичен и старательно обходит стороной поселения меньших рас. Он втаптывает в землю лишь тех, кто опутается у него под ногами. Но желающие потыкать в гиганта мечом все же иногда находятся. Посмотрите, как тщательно великан защитил свои лодыжки. Места, куда в бою чаще всего приходятся удары мечей и секил. Вообще в воющем фьорде все большое. И аборигены, и скалы, и даже археологические памятники древности. Например, такие. И на них уже наложили лапу привычные к земляным работам агенты Лиги исследователей Стальгорна. Стараясь узнать побольше о своем происхождении, они раскопали множество памятников и разбудили немало древних зол. Когда на восточном берегу ревущего фьорда обнаружились монументы, изображающие древних титанов в странных позах, Лига исследователей взялась за привычное дело. На обрыве быстро, словно по волшебству, поднялись подъемные краны, а окрестности памятника обросли мостиками. Раскопки начались полным ходом, и, как это часто бывает, археологи разбудили древнее зло. Из недр земли вышли железные гномы, дальние родственники обитателей Стальгорна. И были они чрезвычайно рассердлены. Посмотрите сами, как необычно выглядят железные. У них и сине-черные металлические тела, мерцающие руны, искры в бороде. Похожие на големов, они тем не менее живые, и сами повелевают кибернетическими помощниками. Договориться с железными не удалось, и экспедиция была вынуждена спешно уносить ногу. Теперь оставшиеся без дела исследователи сидят в лагере в двух шагах от места раскопок. От нечего делать, они копаются во внутренностях рунного голема. Как знать, вдруг кому-нибудь удастся замаскироваться под него. Подъемные экраны Лиги Исследователей не единственные на крутых берегах фьорда. Задолго до них в Райкулы отстроили настоящие лифты из цельных кусков скал. Вот они какие! По большей части скалы нависают прямо над морем, но на востоке между морем и обрывами обнаружился большой кусок земли, очень удобный для обустройства плацдарма. Он пришелся по душе и Альянсу, и агентам мертвецов Сильваны. Неудивительно, что бой не стихает тут ни днем, ни ночью. Матросы Северного флота отчаянно пытаются закрепиться на южном берегу. Взгляните на импровизированные стены, выстроенные из ящиков, бревен и обломков. Встражения идут даже на причаливших к берегу кораблях. Если бы не постоянные подкрепления, их силы давно были бы смяты воинами отрекшихся. Живые мертвецы обосновались на севере побережья и выстроили зловещий городок, скромно названный Лагерем Возмездия. Это явно не ордынская архитектура. И действительно, Оргаримар не имеет отношения к этому городу. Ученые подгорода, агенты Сильваны, пришли на берега Нордскола, чтобы испытать в деле опаснейшее биологическое оружие. Новую чуму, убивающую и плеть, и живых. Истребление воинов короля Лича – дело хорошее. Но при чем здесь смертные расы? Не они ведь превратили Леди Сильвану в баньши? Но кто поймет безумие нежити? Огромные запасы новой чумы сконцентрированы в городе Новый Агамонт. В этом ужасном месте жестокие аптекари, отрекшихся, проверяют действия заразы на захваченных в плен врагах. Для полевых испытаний биологического оружия была избрана деревня Врайкулов-Халгринд. Чумные повозки окружили ее и забросали жуткой смесью. И ужас пришел в деревню. Напрасно старейшины читают очищающие заклинания. Все в Райкулы обречены. Взгляните на них. Они пытаются сражаться, хотя уже почти не стоят на ногах. Их участь воистину печальна. Если бы они объединились со смертными расами, Альянс не дал бы их в обиду. Но король лич, которому они служат, и пальцем не шевельнет для спасения деревни. Поселений Врайкулов в лесах ревущего фьорда еще достаточно для реализации его мрачных замыслов. Нифлвард деревни Гарпунщиков, Скорн, возвышающийся на неприступной скале, и горный Гьялеброн, где под землей великаны спят колдовским сном, а некроманты проводят зловещие эксперименты над пленниками. Как видите, гиганты сами недалеко ушли от своих мучителей, аптекарей плети. Врайкулы не единственная воригена этих мест. На озере Колдрос у подножия крепости Утгарт обитают полудикие племена пушистых волчеров, симпатичных существ, напоминающих одновременно енотов и росомах. Волчеры агрессивны, но они, по крайней мере, не сражаются на стороне короля Лича, а просто защищают свою территорию. Увы, этому племени не хватает мудрости для договоров и пактов. То ли дело клыкары – племя добродушных, моржеватых рыболовов, обитающих по всему южному побережью Нордскола. Они носят одежду из шкур и украшают свои клыки причудливой резьбой. И еще не склонны к насилию, хотя их стражи всегда готовы отразить нападение непрошенных гостей. Камагуа – единственное поселение клыкаров ревущего фьорда. Аборигены построили его на берегу небольшого заснеженного острова из костей рыб и морских животных. Нетрудно с первого взгляда понять, каковы традиционные занятия клыкаров – охота и рыбалка. Но не чуждо им и животноводство. Клыкары разводят крабов и морских черепах. Вот таких. Дрессированная черепаха – целый корабль. Пара таких черепах обслуживает транспортные нужды всего южного побережья Нордскола. Управляют ими нехитро, но оригинально. Взмах морковки на удочке и живой корабль отправляется в новое плавание. Мимо айсбергов и скалистых берегов фьорда плывет черепаха. Мимо разбитых кораблей пиратов черного паруса, таинственных зачарованных ущельей и крепостей Альянса. Тайны этих мест будут раскрыты, но это уже совсем другая история. Смотрите в следующем выпуске. Стальные ворота. Военно-воздушные силы на службе археологии. Крепость Западной Стражи. Кто конфисковал у гоблина его дирижабль? Крепость Вилдевар. Что снится пещерным Йетти? Это и многое другое смотрите в клубе Игропутешествий. Продолжение следует...